32 тысячи пакетов семян снято с реализации Россельхознадзором только в этом году. Более 80 партий товара сомнительного качества не попали в продажу и, соответственно, на приусадебные участки белгородцев благодаря бдительности инспекторов. Но их явно недостаточно, а значит, народным инспектором должен стать каждый покупатель, ведь все еще велика доля семян, не прошедших должной контроли. Очередной рейд по одному из рынков области тому подтверждение. Без преувеличения можно сказать, что самый ходовой товар сегодня на рынке – это семена. Благо выбрать есть что. Глаза разбегаются от обилия пакетиков. Я бываю там, смотрю, семена. На Украине бываю, в других местах. И везде смотрю, что нравится, то покупаю. Ошибаешься. Бывает, конечно. Я покупала в Белгороде семена, фирма, которая торгует голландскими семенами. Я там уже несколько лет обслуживаюсь, очень хорошо. Ну, я полюбуюсь. Красивая цикетка, а название не знаю. Как показал беглый опрос, при выборе семян в основном на красочную упаковку и обращают внимание покупатели. Но на этом зачастую и покупаются. Согласно федерального закона у нас разрешена реализация сортов и гибридов, внесенных в государственный реестр селекционных достижений. И, соответственно, качество удостоверено соответствующими документами должно быть. Вот эти сорта в государственный реестр не внесены. А значит, нет никакой гарантии, что из этих семян действительно вырастут огурцы. Как, впрочем, непредсказуем урожай и от этих семян домашних селекционеров. Семя домашние. А вы понимаете, что вы не имеете права реализовывать домашние, не проверивая их на качество? Конечно. У вас должны быть документы о том, что ваши семена качественные. Существует федеральный закон номер 147, закон о семеноводстве, где не допускается реализация семян без документов. Появление на рынке инспекторов управления Россельхознадзора для многих продавцов семян стало неприятным сюрпризом. Появление Россельхознадзора по Белорусской области. Это у вас акт государственного фитосанитарного досмотра, а документы, подтверждающие качество ваших семян. Необходимых документов, подтверждающих сортовые качества семян, жительницы Белоруссии предъявить не смогли и стали сворачивать торговлю. Дело закончилось протоколом об административном правонарушении и штрафом. Что хочется отметить, согласно 294-го федерального закона, индивидуальных предпринимателей и юридические лица мы можем проверять только планово, только один раз в три года. Поэтому хочется обратить внимание, если у кого-то возникают какие-то претензии, обращаться можно к нам в управление Россельхознадзора по адресу город Белгород, улица Менделеева, 12, по телефону 34-09-78. Так что, выбирая семена, не постесняйтесь попросить у продавца сводное свидетельство, в котором указан год урожая, репродукции, всхожесть семян. И запомните, на пакетике указывается срок годности самого пакета, а не того, что в нем находится. Светлана Запорощенко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Россельхознадзора, специально для Мира Белогорья. Редактор субтитров А.Семкин